Друзья, всем привет! Сегодня обзор комнатных растений представителей семейства ароидных. Семейство ароидное сейчас любимо многими цветоводами и очень популярное. Это и аглонемы, и филадендроны, монстеры, синдапсусы и даже зимой окулькас относятся к семейству ароидных и по уходу немножко отличаются от других представителей. Вот это перед вами маска. Вот такая она вымахала у меня. Корявенькая. Покупала с потерянной варигатностью маску. Варигатность таки не вернулась, хотя проводила обрезку вот здесь. И сегодня я хочу эту масочку прямо обрезать очень даже сильно. Прямо вот так обрежу. Может быть два череночка укореню. А вдруг? А вдруг вернется варигатность этой маски. Не знаю, может быть на стебельочке я где-то видела, что какая-то беленькая точечка была. Все-таки надеюсь вернется. Ну не знаю, не знаю, сомневаюсь, конечно. Но надежда, надежда есть. И хочу провести обрезку и вернуть варигатность этой маски. Вот такой вот представитель семейства ароидных. Пиладендрон маска. В последнее время эта маска стояла у меня в комнате с западной стороны. И поэтому свету ей было недостаточно. После обрезки перенесу в более освещенное место. Растения, они семейства ароидных теней выносливые. Но, конечно, если достаточно рассеянного солнечного света, для них это лучше, чем затемненное место какое-нибудь. Теперь пойдемте смотреть других представителей этого семейства. Эпипринон Треби. Представитель тоже семейства ароидных. Вот такой вот он у меня. Ростик пошел вот отсюда. Я обрезала макушку. Ну не макушку, а прям сильно-сильно обрезала. А вот здесь я обрезала. Вот здесь я обрезала и пошел корневой рост. Вот такой вот. Красивые растения с бархатистыми листьями. Красиво окрашенные. Нижний листик желтеет. Вот так вот растет, но как бы медленно-медленно растет. Не совсем как бы хотелось. Вот такой вот листика выпустил в эпипремном Треби. Но надеюсь, что этот лист будет полноценным, будет расти. Дальше Синдапсус пиктус. Укорененная макушка. И вот материнское растение. Тоже пока не очень-то растет хорошо. Наверное, обрезала я где-то летом. Место среза вот здесь. С места среза пошел ростик. Ну, видите, оголенный ствол. Немножко листья похожи на листья эпипремном Треби. Но немножко они, не то что немножко, они мельче будут. Мельче и окрас листьев тоже отличается. Листья более круглые, более округлой формы. Этот Синдапсус пиктус у меня в излишках. А это растение материнское я оставлю себе. Дальше Синдапсус энд джой. Вот такой вот. Вот до такого размера он у меня вырос. Получала я совсем малюсенькое растение. Ну, тоже как бы хотелось бы, чтобы быстрее рос, но растет медленно. Это красивое растение. Мне нравится. Это все ампельные. Лианы. Лианы. Они бьются. Для них нужно ставить опору. Уже во взрослом состоянии для взрослого растения требуется опора. Укорененный черенок Синдапсуса. Тайский клон. Укореняла в перлите. Довольно быстро Синдапсусы дают корни. Ох, он у меня уже вывалился. Вот такой вот корешочек там. Вывалился, но ничего. Ничего. Вот такой вот корень. Дальше вот такое вот растение. Это Замиофулькас или долларовое дерево. Это растение растет тоже не очень быстро. С красивыми такими блестящими листьями. Вот еще укорененный черенок. Видите, какой черенок. Ой, черенок говорю. Листочек. Замиофулькас можно размножать листочками. Вот такая вот уже картошечка выросла. Но пока роста я не вижу. Обрезала я крупные растения. Крупный черенок можно сказать. И укореняла вот такие вот листочки. У меня несколько листочков таких. И после среза вот пошли два ростика. Не любит залив. Любит солнечный свет рассеянный. Но переносите затемненное место. Лучше, конечно, побольше света для этого растения. Будет расти быстрее. И будет красивее. Пышный кустик будет. Дальше филадендрон. Филадендрон Бурли Макс. Видите, какой листик он мне выдал. Лимонного цвета. Без всяких, без всяких крапинок. Чисто лимонный лист. Вот такой вот лист красивый. Бурли Макс. Мне очень нравится этот филадендрон. Это у меня укорененный черенок. Крупное растение. Уже материнское ушло. От материнского растения я несколько черенков брала. Укореняла. И вот один черенок остался у меня. Красивое растение. Очень с красивой варигатностью. И этот филадендрон, он кустится. Дает боковые ростики. Видите, уже один ростик. Второй, третий. Немножко подрастут. И можно опять получить новые растения. Филадендрон, white marble. Вот с такими листьями уже. Она выдала у меня дома уже много листьев. Я даже не считала. Вот последний лист. Вот такой вот листик появляется с белой варигатностью. Но потом варигатность как бы зеленеет, желтеет. И с такими вот крапинками, с крупными листьями будет это растение. Красивое растение. Нравится мне. И два филадендрона. Вот один. Вот второй. Принц оранж. Новый листик. Очень-очень красивый, ярко-оранжевого цвета. Вот новый листик. Очень-очень он выдает быстро листочки. Выкидывая. Не то что быстро, но может быть раз в месяц выпускает один лист ярко-оранжевого цвета. Потом по мере роста лист зеленеет. И становится уже вот таким вот темно-зеленым. темно-зеленого цвета. Это вот один филадендрон. И вот второй. Вот второй кустик этого филадендрона. Тоже выдает новый листик. Это уже как бы стареет, зеленеет. Это уже позеленел пока светло-зеленого цвета. Но потом будут уже темного цвета. И еще один представитель семейства ароидов. Тоже филадендрон. Скандинс микенс. Это вьющиеся растения. Ильяна. Укореняла. Я уже не помню. Вроде бы макушку. И вот пока вот так вот растет. Листочки такого салатового цвета. Красивые листья. Тоже в излишках будет. Потому что таких кустиков у меня два или три. Не помню уже сколько. Три вроде. Тоже в излишках будет. Ну что еще могу сказать. Неприхотливые семи. Это неприхотливое семейство. Главное не залить. Те невыносливые растения. Ну и если конечно освещенность хорошая. То и растения быстрее растут. И у них окрас листьев конечно же будет ярче. Особенно у варигатных комнатных. У варигатных представителей этого семейства. Филадендрон Берли Макс у меня стоит под подсветкой. Выдал у меня был чисто зеленый лист. Я убрала. Посмотрим. Вот тут у меня новый листик растет. Нет это не новый листик. Ну вот тут новые листочки пойдут. Я посмотрю какого же они будут окраса. Чисто зеленый. Потому что этот филадендрон Берли Макс тоже может перейти в зеленые растения. На сегодня у меня друзья будет все. Всем самого хорошего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова